И вот мы приступаем. Первое время, как обещали, present simple. Но Иоаннаос неожиданно оказывается не в левом верхнем углу, как полагается в начале рассказа, а в самом деле нашей сетки. Сейчас объясню почему. Мы берем первые девять времен, и они у нас располагаются так. Так, три времени, прошедшее, настоящее, будущее, это по горизонтали, а по вертикали три группы времен. Continuous, simple, perfect. И вот мы начинаем с первого времени, которое называется present simple. Очень важная тема. Собственно, самое важное, наверное, на мой взгляд, что есть в английском языке. Но разобраться надо, и надо все понять. И вот мы для того, чтобы все понять, вводим два нововведения. Вот первое, что мы делаем, мы выбираем один единственный глагол, который будем гонять из клеточки в клеточку. Один глагол почему? А потому что, чтобы понять оттенки изменений, которые будут происходить перед переходом, как мы будем ходить по всем этим клеткам в порядке их нумерации, чтобы значение, смысл глагола не затмевал у нас все остальное. И вот таким глаголом мы выбрали глагол write, писать. Почему мы его выбрали? Вот на то есть причины. Первое. Глаголы, как мы уже говорили, а мы уже говорили об этом, мы начали рассказ о глаголах в 75-м уроке. Пересматривайте все подряд. И вот мы говорили, в английском глаголы бывают правильные и неправильные. И вот неправильные глаголы, наша головная боль. Их мы насчитали 120. И вот из этих ствол 20 глаголов они еще делятся. Есть некоторые из неправильных глаголов, которые вторая и третья форма совпадает. Например, buy, but, but, покупать. А остальная половина, около 60 глаголов, у которых, извините, первая, вторая и третья, все отдельно. Вот. И вот мы взяли как раз такой глагол. Глагол писать. Write, wrote, written. У него все три формы отдельно. Вторая причина, по которой мы взяли этот глагол, это то, что это глагол переходный. То есть он нам поможет и при образовании страдательного залога. Это первое нововведение. А второе нововведение, то, что мы выбираем четкий алгоритм. В каждом этом квадратике мы будем строить одно и то же. У нас будут четыре предложения. Утверждение, отрицание. Вопрос, который по-английски называется, есть снова question. И второй вопрос, который по-английски называется, which question. Вот, поясню. Вот. Вы читаете английские книги. You read English books. Утверждение. Вы не читаете английские книги. You don't read English books. Третья фраза. There's no question. Почему there's no question? Потому что ответить можно или да, или нет. Do you read English books? Yes, I do. No, I don't. Нет, не читаю. И, наконец, последний вопрос называется, which question. Опять-таки, почему? Потому что он начинает с вопросительного слова. И вот, например, как часто вы читаете английские книги? Или где вы читаете? Вот. How often do you write English books? Вот тот алгоритм, который вот те два нововведения, которые мы выбираем. И сейчас уже можно переходить непосредственно к этому времени, но и добавлю только, что у первого времени, оно всем известно, все его как-то воспринимают как знакомое, оно, собственно, самое сложное, остальное будет проще. Сложность этого времени заключается в том, что единственное в этом времени в английском глаголе остались остатки от спряжения глагола. То есть то, что в русском и в испанском я читаю, ты читаешь, он читает, мы читаем, вы читаете, они читают, ужасно тяжело. В английском ничего этого нет. Но в настоящем времени чуть-чуть осталось. И, значит, это остаток от спряжения, ну, это фраза, это понятие довольно такое всем известное. В настоящем времени, только в третьем лице, единственном числе, на конце глагола добавляется буква С. Всегда С или ИС. Такой второй вариант. И произноситься может или С, или З. Вот я живу, I live, а он живет, he lives. Звучит как З. Я хочу, I want, а он хочет, he wants. На конце С. Вот, таким образом, сейчас мы переходим, непосредственно начнем строить фразу. Вот разговор начинается с того, когда мы построили первое предложение. И вот приступаем к построению первой утвердительной фразы. Мы выбрали предложение с глаголом писать. Оно звучит так. Вы пишете письма своему другу каждую неделю. И вот, чтобы построить эту фразу, надо руководствоваться первым правилом. Для построения утвердительного предложения в этом времени нам не нужен вспомогательный глагол. Такое в английском встречается крайне редко. И с тех времен, только в present simple и в past simple такое бывает. Не нужен вспомогательный глагол. Забегая вперед, скажем, здесь вспомогательный глагол будет do. И утвердительная фраза обходится без вспомогательного глагола. Переводим слово за словом. И вот как будет звучать перевод. В английском абсолютно строгий порядок слов. Сначала подлежащие, потом сказуемые, потом прямое дополнение, потом все второстепенные члены предложения. И вот фраза звучит так. Пометим смысловой глагол. Мы пометили такой длинной волной. Вот у нас родилось первое предложение, утверждение. А вот прежде чем перейти ко второму предложению, к отрицательному, мы должны обязательно ответить на вопрос. У нас глагол right простой глагол или особенный? И вот пересмотрите, мы говорили в английском, есть такие особые глаголы, special verbs. К ним относятся глаголы первой тройки, be, have, do, и все модальные глаголы. И вот когда попадется нам такой глагол, тогда мы вполне можем обойтись без вспомогательного глагола. И говорить I am a student, I am not a student. Но глагол right у нас простой смертный глагол, каких тысячи, и поэтому мы вводим вспомогательный глагол do. Вводим мы его только для того, чтобы ему на хвост повесить частицу not. И вот фраза звучит так. You do not write letters to your friend every week. Произносим, пишем все полностью. Краткая форма может быть употреблена только потом. You don't write. Не торопитесь краткой формы. Научиться сокращать просто. Надо устроить фразу полностью. Главное, чтобы она была правильной. Вот так звучит отрицательная фраза. Переходим к третьей фразе. Это так называемый yes, no question. Почему yes, no question? Потому что только на этот вопрос можно ответить да, я пишу, нет, я не пишу. И вот мы задаем вопрос. Вы пишете письма своему другу каждую неделю? Ответ да, пишу, нет, не пишу. Тогда у нас идет перестановка, такая рокировка. Глагол do встает перед подлежащим. Получается фраза do you write letters to your friend every week? И ответ yes, I do, no, I do not, или no, I don't, сокращенно. Обратим внимание, что краткой формы обязательно должно присутствовать вспомогательный глагол, а не yes, I write, а yes, I do. Вот надо этому учиться. И, наконец, когда мы переходим к четвертой фразе, то существует очень простое правило, которое обязательно запомнить. Тут масса ошибок. Как правило, мы теряем вот этот глагол do. Правило звучит так. Надо взять вопросительное слово где, когда, что, как часто в данном случае. Добавляем вопросительное слово, в данном случае how often, как часто, а потом полностью повторяем третью фразу. И получается how often do you write letters to your friend? И обратите внимание, вот на этот вопрос уже нельзя ответить yes, I do. Тогда вы просто не поняли, что вас спрашивают. И вот мы разобрались с первым вариантом вспоминания глагола. Эта форма годится и для я. И вот я читаю I write, мы читаем we write, вы читаете you write, они читают they write. Но когда мы доходим до третьего лица единственного числа, he, she, it, то уже будет he reads. Давайте посмотрим, как тут будет изменяться глагол. И вот переходим ко второму варианту, о котором мы сказали, как будет спрягаться глагол, когда в подлежащем является третье лицо, единственное число. Местоимение he, she, it или любое существительное, которое мы заменим этим местоимением. И начинаем. Первая фраза, утверждение. Мы знаем, как она строится, подлежащие, сказуемые, второстепенные члены предложения. Здесь я уже убрал every week. Просто сказал, он пишет письма своему другу. He writes letters to his friend. На конце добавляется одна буквка S. Распрягали. Переходим к отрицательной фразе и обратили внимание на следующий. Уже глагол do становится does. И вот тут есть один тонкий момент, который с самого начала надо понять. Он несложный. Вот давайте введем такое правило. Солить надо только один раз. Вот здесь мы добавили S. А во второй фразе мы сказали he does not и уже не writes, а write. Почему? Потому что S попало вот сюда. Мы уже один раз посолили. Фраза звучит так. He does not write letters to his friend. Добавить сет буквой S было бы ошибкой. Следующая фраза вопрос yes, no question и соответственно глагол does вспомогательный. Вот мы его пометили короткой волной, а смысловой и длинной. Пошел вперед. Does he write letters to his friend? Yes, he does. No, he doesn't. Отметим еще раз, что в краткой форме ответа должен присутствовать вспомогательный глагол does, а не write. И, наконец, мы дошли до последней фразы, которая называется WH-question. И вот, how often does he write letters to his friend? Как часто он пишет письма своему другу? И вот мы познакомились с первым временем. Начало положено. В следующий раз, конечно, нас ждет второе время. Past simple. Продолжение следует.